Девушки отдыхают Чемпионат Европы особенно для него своим домашним статусом. Мир поменялся и улица сегодня не та, которая была в мое время. Это тоже немаловажный фактор. С другой стороны сегодня есть интернет и соцсети, где тоже можно, как говорится, показать себя с хорошей точки зрения. Уже об этом тоже много говорили уже столько лет, что вроде Европа подтягивается, все подтягиваются, но мы по-прежнему держимся на хорошем уровне с учета маленькой страны и всего-всего такого аккуратненько миниатюрного относительно больших стран. Но это здорово и некоторые феномены сами белорусы иногда не могут объяснить, поэтому мне сейчас тоже будет сложно ответить на вопрос, где-то таблетка, которая раз и все, и все чемпионы. Дмитрий Валент Дмитрий Валент – такой же легендарный белорусский боец, как Андрей Кулебен. Таиландский бокс каким-то непостижимым образом находится у белорусов в крови. Причем куют наши чемпионы характер на улицах. Валент, скажем так, воспитанник заводского района Минска. Дополнительные пояснения излишни. Я сам с автозавода с самого детства. Все спортсмены, они из таких неблагополучных районов. Меня никто не подталкивал. Я пришел в зал сам. Мама долгое время не знала, чем я занимался. Там копил какие-то там деньги, чтобы купить себе там какие-то бушные перчатки. Тем не менее, мне не помешало стать чемпионом. Стал такие ребята с простых районов. Они хотят чего-то добиться и выжимают из себя все. Действительно, вот наш костяк – это суперзвезды всего тайского бокса, которые повыигрывали все, что можно. Я не знаю ни одного спортсмена из единоборств и из такой богатой семьи. Люди, ну, ребята, которые приходят в зал, они все голодные до победы. Есть всемирные игры. Они проходят раз в два года. Да. Вот. Ну, если еще всемирные игры мы проведем, то все уже. Планка будет задана вверх. То есть уже следующая будет ступень попадания в Олимпийских играх, проведения в Олимпийских играх. И вообще постсоветское пространство все. Это Россия, Украина, Беларусь. Это вот тройка таких самых явно выделяющихся лидеров. Не считая тайцев, конечно же. Правда, начальников этого вида спорта. Ходят такие даже, не знаю, легенды, что в белорусской крови тайский бокс стечет. Играет! 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 А вот представитель поколения «Некст» в сборной Беларуси Даниил Ермоленко из Чижовки. В СОИ-19 вице-чемпион недавнего планетарного форума по тайландскому боксу. Но спортсмен уже совершенно другого содержания. Ехал, в принципе, туда за золотой медалью, но что-то пошло не так. И 19 лет, и 19 лет. Можно и 18 выигрывать. С 9 лет, как начал заниматься, я не знаю, ну, я могу посидеть где-то в телефоне, а так я лучше на тренировку схожу, позанимаюсь. Это как, не знаю, как жизнь моя. Все, даже те звездные боксеры, они все вырастают из бедных, и они становятся, как говорится, из грязи в князе. Все зависит от него, если у него есть желание становиться лучше, становиться... Если у него есть цель, какой это путь, тогда, конечно, все возможно. А если он просто сидит в телефоне в Ютубе, то я не думаю, что что-то у него получится. Не, ну как вы, тренировка закончилась в интернете, до тренировки в интернет. Нет, нормально провожу время, на самом деле, но когда тренировочный процесс идет, я стараюсь этим не заниматься. Люди мечтают чемпионат мира выиграть, я не знаю, я мечтаю чемпионат вселенной выиграть. Никита Шостак, также молодой вице-чемпион мира, мог стать биатлонистом, но судьба однажды предложила альтернативу, и, что важно, в своем деле он добился успеха. Я тайский бокс полюбил, и тайский бокс для меня не просто вид спорта, знаете, это для меня уже жизнь, как бы у меня в голове как бы уже совсем другая философия, скажем тогда, и он мне много дал этот спорт, и духовно. До девятого класса ты вообще не занимался? До девятого класса ходил в секцию биатлона, у себя в городе, занимался там еще, может, лет 10, там, может, год чуть больше в секции биатлона. Ну, честно скажу, что мне даже нравилось, как бы, ну, потом как-то, знаете, бросил, и так для себя где-то там ходил, там, продвижки делал, вот, а так, ну, ничего не занимался. И у меня и для тайского бокса никаких данных не было, просто, знаете, мой главный успех, главный мой конек, да, главный мой тилант, что я умею много работать. Я работаю над собой как в зале, так и вне зала, то есть, на самом деле, чтобы достигать каких-то результатов, высот, просто приходить на тренировку и уходить просто, это недостаточно. Нужно постоянно анализировать, просматривать какие-то видео, понимать, что получилось, что не получилось, вот, вот тогда будет результат. Тайский бокс, этот спорт, это моя жизнь, как бы, вот, вот, это мой путь, путь воина. Заводской район – это район, скажем так, пролетариата, вот, рабочих, которые постоянно работают на заводе, трудятся, обычных людей, и из этих семей вырастают обычные парни, парни с характером, так сказать, парни из стали, можно и так сказать. Никто не избалован, все, никто не, я скажу, непривередливый, им не нужно там красивых залов, там, еще каких-то обрезанных условий, им достаточно просто желания. Если у человека есть желание, это, на самом деле, большое дело, и желание, и если есть желание, все, человек может в горы свернуть, для него нет предела совершенствования. Можно это как-то связать с каким-то, может, с особенным белорусским характером? Вроде говорят, белорусы мягкие, да, а вот, на самом деле, смотришь, Кулебин выходит, там всех разносит. Может быть, это не столько черта, как говорится, характера, да, может быть, это желание просто быть лучшим. Человек попадает в свою сферу, человек попадает, ну, он, как-то правильно сказать, попадает в ту сферу, где он может реализовать себя, это его мечта, и он просто работает над собой. Это сражение, это удары, это бой кость в кость, это вот, это именно сражение характеров, и оно воспитывается, навряд ли на улице, оно воспитывается именно в зале, именно, вот, опять-таки, вот, возвращаясь к тому, что мы говорили, во время работы над самим собой. Молодое поколение Данила Ермоленко, Никита Шосток, Николай Сведомский, Никита Мирончик, Дмитрий Колт, он же Евгений Волчек, это, ну, скажем так, это вот и есть молодое поколение. И мы собрали семь медалей. Задача тренерского штаба из этой молодежи дальше взрастить, взрастить с мировых звезд. На протяжении всей недели каждый из нас может стать ближе к тайландскому боксу. Во дворце спорта лучшие европейские спортсмены разыграют награды континента. В ход будет, внимание, свободным чемпионом, как было сказано в начале сюжета, среди нас. В главном эфире Андрей Козлов, Николай Лошкевич и Дмитрий Горкуша.